Добрый день, дорогие зрители телеканала Управда ТВ. Это программа Гость Студии. Меня зовут Дарья Сударева. Сегодня у меня в гостях претенденты на получение губернаторской премии имени Ленина. Это Дергунова Нина Владимировна, доктор политических наук и член правления национальной коллегии преподавателей-политологов России. Добрый день. Добрый день. И Кадничанская Марина Ивановна, кандидат социологических наук и доцент кафедры психологии и педагогики Ульяновского государственного университета. Здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, прежде чем начать наш разговор, я напомню нашим телезрителям о том, что уже 22 апреля в нашем регионе и по всей России будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И по этому случаю в регионе будет вручаться губернаторская премия имени Ленина. Она будет вручена ульяновцам за выдающийся вклад в развитие региона, за творческие и научные достижения. Нина Владимировна, вопрос первый к вам. Вы больше 15 лет уже занимаетесь исследованием региональных политических процессов, насколько я знаю. Расскажите, есть ли разница между того, что было тогда и того, что есть сейчас, в настоящее время и в Ульяновской области в частности по политическим процессам и в России в целом? Чуть. Два слова предыстории. Нужно, с одной стороны, поблагодарить наших губернаторов за то, что они позволяли и даже помогали проводить социологические исследования. Можно даже начать с Юрия Флоровича Горячева, который в 1994 году его распоряжением был создан Центр политологии и духовной культуры, которые уже сложные 90-е годы, но уже какие-то исследования по тому, что происходит в области, тем более в такое переходное сумбурное время, уже начинали проводиться. И в 1992 году была в Улгу открыта специальность социология, которая как бы давала человеческий материал социологам для этих процессов. Я в них подключилась, начиная с 2001 года, когда была назначена директором сначала этого Центра политологии и духовной культуры, а потом он переименовался в Центр социологических исследований. Конечно, тогда в области только становилась партийная система. Партии были, если кто-то помнит. Они очень недолго существовали, как однодневки возникали, исчезали под разными названиями. Ну, конечно, все там помнят наш Дом России, или партию Гайдара, или партию КПРФ, поскольку она, так сказать, перевоплотилась после КПСС. Но очень интересно было наблюдать, как развиваются эти партии, как они позиционируют себя на выборах различных уровней. Мы изучали электоральные предпочтения, как люди пытаются разобраться. Потому что, кто помнит, например, в 99-м году, когда были выборы, там было 43 избирательных объединения. И вот этот вот бюллетень, это был такой свиток, где 43 избирательных объединения предлагали себе. Мы изучали вот эти предпочтения. И, конечно, нужно сказать, что в той суматохе людям было очень сложно ориентироваться. И они в массе своей голосовали либо за тех, кого знают, либо тогда была графа против всех, поскольку ситуация в регионе была такая, которая провоцировала голосование против всех. Например, в 2003 году мы предсказывали, что в Ульяновске не победит ни один кандидат на выборы в Государственную Думу. И тогда действительно первое место занял кандидат против всех, и выборы в Ульяновске не состоялись. Конечно, сейчас ситуация несколько иная. При этом мы обращали внимание, как люди относятся к единой России. Потому что сначала ее воспринимали как, ну, в некотором роде как спасительницу, да? Потому что тот бардак, который происходил в политической жизни, когда невозможно было понять вообще, куда движется страна, и стояла даже под вопросом существования России как федерации. И появилась единая Россия, которая собрала вокруг себя людей, желающих работать ради сохранения страны. Были живые глаза, было очень много дискуссий. Мы проводили фокус группы и опрос как бы членов партии или тех, кто сочувствовал ей. И как потихонечку на рубеже 2010-2011 года почувствовалась тенденция обюрокрачивания. Когда эта партия стала себя чувствовать слишком спокойной, что все уже при ней, да? Она доминирует. 90% кандидатов или депутатов различных уровней – это выдвиженцы Единой России. И дошло, вот видите, до 2018 года, когда после пенсионной реформы люди вообще отвернулись от нее. И сейчас начинается новый процесс, сможет ли она. То есть мы смотрим, вот как происходит развитие этих процессов. Вообще нужно сказать, что социология как наука, она должна изучать вот то, что сейчас происходит в обществе, и как бы ставить диагноз. А власть – это с этой точки зрения уже как лечащий врач. И партии, и общественные организации, они тоже в этом процессе участвуют как лечащие врачи. Если социологи показывают, что назревает проблема, то соответственные выводы должны делать и органы власти, и активные субъекты социально-политических, социально-экономических процессов, чтобы изменить свою деятельность и направить ее в нужное русло. И в этом отношении, конечно, вот наш проект, он как раз показывает, как много лет, начиная вот с середины 90-х, потихонечку мы занимались исследованиями разных процессов Ульяновской области. Можно ли, ну вы как специалист, можете прогнозировать, что будет дальше? Все останется на таком уровне, как сейчас, либо кардинально поменяется? Ну, процессы не зависят от нашего желания. Они идут и идут очень действенно. Нам помогает не то, чтобы предвидеть, но почувствовать, как, куда могут двигаться те или иные процессы, когда мы еще подключились к федеральному проекту. Есть такой проект «Социокультурный портрет региона». Это комплексные социологические исследования. Вот программу этих исследований, их подготовил Институт философии РАН. И по одинаковой программе исследований работают несколько регионов. Вот в настоящий момент их больше 30. Это позволяет, как бы, не только вот вариться в том, что мы провели, какие исследования. Все-таки они были вот до этого времени, ну, небольшие, изолированные. Возникла проблема, да, вот как сельское население адаптируется к рыночной экономике. Давайте изучим. Как бизнес взаимодействовать с властью. Давайте посмотрим, какие есть проблемы. А вот эта программа «Социокультурный портрет», она позволила, как бы, более комплексно, многосторонне изучать то, что происходит в области, и сравнивать с другими регионами. Потому что мы по одному инструментарию работаем. Поэтому можно посмотреть, чем мы отличаемся от Татарстана, от Пермского края, или от Московской области, или Тюменской области. И нужно сказать, что вот когда мы тут у себя варимся в саку, мы иногда достаточно критично оцениваем то, что делает наша региональная власть. Но когда приезжаешь, а у нас раз в год, вот у всех регионов участвующих мы раз в год встречаемся, проводим всероссийские конференции, то по сравнению с другими регионами мы выглядим очень даже неплохо. То есть это очень полезная вещь. Например, в каких сферах? Ну, прежде всего, у нас как бы достаточно динамично развивается экономика области. Вот, кстати, по этому исследованию, когда мы проводили, то наша область, она по типологии регионов функционально была несбалансированной. То есть одни отрасли развивались быстрее, а другие отрасли развивались медленнее. У нас неплохо развита обрабатывающая промышленность. И с этой точки зрения мы достаточно индустриальная область. То есть мы восстановились и сохранились. Но, скажем, сфера услуг, которая соответствует информационному обществу, и она должна бурно развиваться при современной модернизации, у нас она развита только где-то 25-30%. То есть явно недоразвита сфера услуг. И, конечно, обращается внимание руководства региона на развитие этой сферы. Но, тем не менее, высоких результатов мы здесь не получили. Наша область еще характеризуется тем, что противоречивость жизненных процессов, сказывающихся на человеке. Есть такой показатель – индекс человеческого развития. Это комплексный показатель, зависит от уровня доходов, от образования и медицинского обеспечения, которое проявляется в продолжительности жизни. И, конечно, к сожалению, вот сколько лет и мы говорим, ну и люди это чувствуют, и на всех электоральных циклах они об этом говорят, что вот по этому показателю мы средненькие в России, но быстро, динамично не развиваемся, потому что нас сдерживает уровень дохода. И если по продолжительности жизни у нас есть какие-то успехи, да, по образованию, у нас возникло много университетов, колледжей, и в данном случае молодежь имеет возможность, то вот по уровню дохода мы пока отстаем. И пока вот, как бы мы это диагностируем каждый раз, но вот власть пока справиться с этой проблемой не может кардинально, хотя, скажем, уровень средней заработной платы по региону, он, конечно, потихонечку растет, то есть вот с этой точки зрения. Еще одна проблема у нас – мы в достаточной степени локально замкнутый регион. Что это означает? Что люди прежде всего ориентируются на свое маленькое пространство, меньше интересуются, что происходит в стране, что происходит в мире, у них вот как бы консервируются старые ценности. А для того, чтобы активно себя вести в рыночной экономике, да еще в демократии, участвовать в различного рода общественных политических процессах, надо вот из этого замкнутого мирка выходить. И в этом отношении, конечно, тоже можно сказать, что область что-то делает, потому что у нас культурная жизнь все-таки развивается, и театры, и различные, скажем так, точки кипения для молодежи, да, где можно себя проявлять и как-то вот преодолеть вот эту замкнутость маленького мирка, и выйти на более высокий уровень вообще своих жизненных смыслов, своих ценностей. Но если в городе это сделать легче, да, то в сельских территориях эта проблема до сих пор не решена. Все-таки, по-вашему, у Ульяновской области есть шансы идти наверх, развиваться? Шансы есть, они есть как бы и у руководства области, они есть и у разных социальных групп области, и в частности вот как бы вот Марина Ивановна очень много исследований проводила именно в отношении молодежи, потому что количество молодежи в области уменьшается, количество пенсионеров растет. Вот, и если эта тенденция продолжится, то вот о динамичном развитии, ну, спорный был бы вопрос, да, поэтому нужно лучше, больше создавать оптимальных условий для молодежи, для ее самореализации здесь. Спасибо большое. Раз как раз затронули тему молодежи, Марина Ивановна, я знаю, что много социологических исследований именно посвящено у вас молодежи, а так как 2020 у нас год молодежи, молодежных инноваций, расскажите, что удалось достичь, может быть, какие-то интересные открытия в этой сфере? Ну, наверное, начну с того, что вот продолжу разговор Нина Владимировна о том, что вот подключаясь к проекту «Социокультурная эволюция регионов» и исследование это, которое было начато Николаем Ивановичем Лапиным и Российской Академией наук, мы начали исследование такое небольшое в рамках вот этого проекта «Изучать молодежь». И вот этот наш первый, так скажем, труд, наша первая монография, которая вышла, называлась она «Социальные аспекты жизни населения Ульяновской области». То есть вот одна из небольших частей в этой монографии, она как раз была посвящена изучению молодежи. Это была комплексная работа, то есть мы участвовали в исследовании совместно с нашими коллегами из Пензы и из Мордовии. И попытались, то есть была такая, в общем-то, наверное, одна из первых попыток создать портрет молодежи. В данном случае это портрет вот молодежи Ульяновской области. Но это была первая такая попытка, первая наша проба, которая в дальнейшем переросла в более крупные исследования. И уже эти исследования у нас, скажем так, выразились или отразились в еще одной работе, в монографии, которую мы написали совместно с нашими курскими коллегами, с Курским государственным университетом, социологами из Курского университета. И вот как раз в этой работе мы провели ряд исследований по молодежной проблематике. Они были разные, они были проведены в период где-то с 2013 по 2015 год. И вот эта работа, она как бы представляла уже дополнение вот этого социального портрета молодежи, в данном случае молодежи Ульяновского региона. Основными, скажем так, вопросами, которые мы изучали и рассматривали, это была социально-демографическая характеристика молодежи региона, это ее ценности, ценностные ориентации, изучалось ядро ценностей молодежи, изучались трудовые стратегии, труд, отношение молодежи к труду, какое место труд занимает среди других ценностей в этой иерархии молодежи. Это образовательные траектории и, опять же, значение в жизни молодежи образования и, собственно говоря, досуг. Ну вот если кратко, конечно, да, так вот сказать, то получились такие довольно интересные результаты, которые мы пытались сравнивать с молодежью Курской области, потому что совместный был проект, да, и в то же время мы сравнивали с исследованиями общероссийскими, да. И вот в общем и целом можно сказать, что тенденции и характеристики молодежи, вот они схожи, да, скажем так. Хотя у молодежи Ульянской области есть своя специфика. Наверное, основными такими моментами, на которые я обращу внимание, являются те же такие, да, что вот численность молодежи Ульянской области, она с годами изменяется в сторону уменьшения. И вот мы, исследование последнего года, да, нам показало, что молодежь составляет примерно 27% от населения Ульянской области. То есть, и это есть небольшая тенденция к снижению этой численности. Преобладает городская молодежь, да, она примерно составляет 78%, соответственно, сельская значительно ниже. И изучая вот ценностное ядро молодежи, мы обнаружили, что в, скажем так, пятерку, да, основных ценностей, которые молодежь обозначила, вошли такие, как семья, и на первом месте именно семья, и вот эта тенденция, она общероссийская, да, такая. На втором месте оказались дружба, любовь, образование и труд. Вот. Здесь нужно отметить, что вот как раз труд, он вошел в пятерку, да, вот этих ценностей. И здесь нужно отметить, что, скажем так, труд молодежь рассматривает прежде всего как инструментальную ценность. То есть ценность, которая выступает в качестве какого-то инструмента для достижения, например, благополучия, да, для продвижения по карьерной лестнице, для решения каких-то своих материальных вопросов, проблем. То есть вот с этой точки зрения, конечно, ну... То есть все-таки ценности остаются у молодежи, что, например, 10 лет назад, что 20 лет назад. Самое главное, семья, дружба. То есть ядро ценностей, оно сохраняется, да. Тем не менее, там вот ценности даже в этой первой пятерке, они не стоят на месте, они могут перемещаться у разных поколений. И сейчас очень активно ведет себя, скажем так, ценность как свобода. И в целом... Независимость. Да, и в целом можно сказать, что наша молодежь становится более либеральнее, чем прошлое поколение. Она сложнее, отрицательно реагирует на какие-то ограничения, какое-то давление, ей меньше свойственно терпение, да. То есть постепенно эти процессы не одного года, но от поколения к поколению, вот ценности свободы, независимости, в том числе и материальной независимости, а труд как инструмент, да, они начинают лидировать. То есть в этом отношении... То есть толерантнее становится тоже молодым... Это есть, у нас было исследование, которое касалось конфессиональных, этнических вопросов, и, в общем-то, молодежь ответила, что вообще-то их мало касается, какой религиозной принадлежности или какой этнической принадлежности тот или иной человек на работе или там среди однокурсников, или в дружеской компании. Они больше смотрят на человеческие качества. А эти вопросы их меньше интересуют, они как бы отходят на второй, на третий план в этом отношении. То есть они становятся более космополитичны, если можно так сказать, терпимее, толерантнее и спокойного отношения ко многим людям, которые не такие, как я. Очень спокойно. При обладании можно добавить вот консервативных таких ценностей. Да, вот мы это... Семья остается. Это вот как раз, вот я и говорила, немножко локальной замкнутость. То есть ориентация на семью, на близких друзей. Она все равно пока остается. И, кстати, вот эта особенность тоже была выделена, что молодежь уделяет достаточно мало внимания политике. То есть... Да, она политична. Политика выступает как информационное такое поле. То есть получается информация, интересно, неинтересно. И, собственно говоря, и дальше пошли. И молодежь, тоже было отмечено вот в одном из исследований, что молодежь Ульянской области не принимает активного участия в политической жизни города, области. То есть не интересуется. Более личными делами заняты. Вот то, что Нина Владимировна говорила, закрытость некая вот такая присутствует. Вот это действительно есть. Взрослому населению есть чему поучиться у молодого поколения. А у них... И наоборот, да. Да, и наоборот. Я еще хотела несколько слов сказать вот о значении этих социологических исследований. В данном случае я тоже хотела бы поблагодарить областную власть, потому что в течение, наверное, вот 15 лет, что я с 2001 года активно участвую в проведении исследований, и через кафедру, которая была в Улгу, к сожалению, сейчас она расформирована, но была кафедра социологии, политологии, и через центр социологических исследований, нам все время давали возможность выступать на различного рода аппаратных совещаниях. Когда мы вот эти цифры или свои какие-то предположения, мы, в общем-то, придавали им публичный характер. Очень часто выступления были в общественной палате Ульяновской области. Ну, может быть, это связано было с тем, что я в составе палаты была 7 лет, поэтому как бы и социологические исследования о том, что происходит в гражданском обществе, какие там тенденции, как развиваются общественные организации, как члены общественных различных палат, комиссий, советов оценивают свою деятельность. То есть, вот, по крайней мере, у нас была возможность трибуны вот доносить эти исследования, их результаты и проблемы. Много раз я выступала на радио, областном радио, где тоже рассказывала о результатах исследований. Конечно, здесь вот не получилось взаимодействие с властью до конца. Какое? При власти, при Ульяновском правительстве есть такой центр аналитика, сейчас он переведен под эгиду общественной палаты, который занимается тоже много социологическими исследованиями на злобу дня, но все они переходят только на стол правительства. И вот совместного какого-то обсуждения у нас никогда не случается, к сожалению. То есть, мы о своих результатах, публично докладываем. Те не публично докладывают, а чтобы вот собраться вместе, а у нас ведь еще идет, есть НИЦ, регион, научно-исследовательский центр, есть кафедра социологии, политологии, связи с общественностью в политехническом. Вот хотелось бы, конечно, чтобы от нашего проекта, да, вот социокультурный портрет, перейти к более широкому обсуждению результатов. Потому что, конечно, эти исследования очень нужны. Ну вот, если касаться Владимира Владимировича Ленина, то мы участвовали в некоторых исследованиях, особенно когда это касалось переименования города Ульяновска, Симбирск. И, в общем-то, я должна сказать, что большинство горожан, конечно, относятся к этому отрицательно. А самого Ленина оценивают как, ну, я бы сказала, очень великую, значимую для 20 века историческую личность. И благодаря этому оценивают и развитие региона. Что если бы не было здесь родины Ленина, то вот бурного развития, начиная там в 60-х, особенно к столетию Ленина, и потом к 125-летию, когда и университет возник, и строились, и авиационный комплекс, и центр микроэлектроники. То есть, если бы не было Ленина, ничего бы этого не было. Поэтому еще значительное время они, конечно, будут относиться как важнейшей исторической личности. И нужно еще сказать, что Владимир Ленин, он присутствует в исторической памяти наших земляков. Потому что мы проводили несколько лет тому назад исследования, связанные с Великой Отечественной войной, и в том числе задавали, кого вы помните, о чьих делах вы помните. Это были и школьники, это в основном как бы были школьники и студенты, то есть молодежь. Насколько у них, и, конечно, среди исторических личностей, они больше всего знали Владимира Ленина. Даже по сравнению с полководцами Великой Отечественной войны, хотя это как-то вот ближе было, опрос был к 9 мая, все равно Ленин больше присутствует, и в этом отношении как бы наша область, ну, занимает свое особое место, и она долго будет оставаться вот Ульяновской областью и городом Ульяновском. В этом отношении как бы вот наше место особое. Ну, еще я хотела в конце, в конце, наверное, уже сказать, что вот мы свою заявку подали от фонда РАПИР. А я вот уже сказала, что, к сожалению, кафедра Волгура сформирована, и сейчас многие социологи, и мы вот со своим проектом, мы тоже перешли под эгиду фонда, который был создан в 2018 году, он так и называется, региональная аналитика, профессиональное исследование и рейтинги, и значение этого фонда в том, что он будет проводить исследования только для, по Ульяновской области, на те проблемы, которые существуют в Ульяновской области. Поэтому даже название этих сборников Ульяновская область как объект социогуманитарного анализа, чтобы это были очень качественные, комплексные исследования, и этот фонд сейчас объединяет, старается объединить всех тех социологов, небольшое такое сообщество, но которое есть в Ульяновской области. Вот это был сборник 2019 года, и вот уже в начале вышел сборник 2020 года, который посвящен только молодежи, и вот молодежь тоже как объект, молодежь Ульяновской области как объект социогуманитарного анализа. Спасибо большое. Ну и завершая наш сегодняшний разговор, вернусь к самой премии Ленина. Вот как, по-вашему, хорошо, что ее возобновили, и как вот вы приняли решение участвовать, и как вообще оцениваете свои силы? Ну, возобновили, во-первых, сложно сказать, потому что это была в Ульяновской области до этого не была премия Ленина, это была государственная ленинская премия. Вот по образу и подобию вот у нас решили сделать, но когда вот я читала само положение, конечно, первая проблема, которая возникла, она единственная на все виды научной деятельности. Все-таки вот социогуманитарная специфика и естественная, научно-техническая, их сравнивать очень сложно. Вот как сравнить? Инженер придумал какой-то прибор, и мы вот 20 лет ведем комплексные исследования, создавая некий портрет, отмечая те тенденции, которые появляются, исчезают в Ульяновской области. Как это можно сопоставить? Да, поэтому, с одной стороны, я думаю, что мы как бы особых надежд себе не ставим, но то, что вот возникла возможность публично рассказать, пригласить коллег вот к активному участию в рамках фонда, вот к таким социогуманитарным исследованиям, потому что, конечно, техника хорошо, экология природы хорошо, но все-таки главное в обществе – это человек. Сами люди. Да, сами люди, их отношения, которые возникают между ними, и в семье, и в любви, и в творческом процессе, и в каком-то производственном процессе, и в защите прав и свобод личности. Все-таки мы – социальное существо, недаром, как бы говорил Аристотель, человек – животное политическое, то есть общественное, и нам на это нужно обращать больше и больше внимания. Спасибо большое. Я пожелаю вам удачи весной. В конкурсе. Да, и вообще в работе. Спасибо. Спасибо, что пришли сегодня за интересную беседу. Дорогие зрители, наша передача подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. Субтитры подогнали Симон.